Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак и в нашем сегодняшнем выпуске креативный продюсер компании YBW Group Василий Куценко. Я все правильно сказал? Да, мне больше нравится самого себя представлять сценарист, но по-честному, да, креативный продюсер. Вот я хотел как раз таки вот об этом спросить. Вася, получается ты как, ну то есть есть такой уже на нашем видеоблоге проторены несколько вариантов развития карьеры сценариста, то есть, ну один из самых популярных это из КВНщиков, да, из КВН. Я так понимаю, но ты тоже выходишь из КВН, да, то есть через эту школу. Да, да, это как раз связано, я думаю, с тем, что очень популярным в какой-то период времени жанром на телевидении стала комедия, вот, а где как не в КВН брать людей, которые понимают, что такое комедия. Ведь те люди, которые из КВН попадают в так или иначе в телевидение или в кино, это люди, которые мало того, что учились шутить и с шутками, или сами выходили, или смотрели бесконечно, это бесконечная лаборатория, когда ты смотришь, как ты придумал и как это нравится или не нравится людям, ну как вживую. Это очень ценный опыт. И ты очень быстро понимаешь, где вот эта грань, что смешно, что не смешно. Появляется какое-то чувство, ощущение смешного. Вот. И кроме этого, ведь еще гигантский отбор. То есть те люди, которые попадают из КВН в телевидение или в кино, это все-таки люди, которые почему-то туда попадают. Что-то они такое сделали в КВН, что они впечатлили каких-то людей из телека и туда попали. У всех своя, конечно, история, но чаще всего так. Какие-то личные качества людей ведут их в профессиональную уже среду. Ну вот ты же, получается, еще, ну ты из Киргизии же, правильно? Из Киргизии, извиняюсь, блин. Надо будет потом как-то подкорректировать. Ничего страшного. Да. Из Киргизии. Из Киргизии. Из Киргизии. Но ты же уже участвовал в КВН, по-моему, до Азии Микс, да, по-моему. Я вот видел, ну вот у нас в Алма-Ате я видел ваше выступление, когда еще я организовывал вот эти, ну как... В IBW-шоу. В IBW-шоу, да. Я был на IBW-шоу и видел тебя, по-моему, выступающим тогда. Но тогда еще Азия Микс не было, да? Нет, нет. Азия Микс – это команда, которую создал мой друг Илья Аркинцаров, который вот не оставил, в отличие от его других друзей надежды и мечты стать чемпионом Высшей Лиги. И к его чести надо сказать, что он этой цели достиг, что, конечно, вообще-то невероятно. Невероятно. Потому что, когда мы играли в КВН, представить, что мы будем чемпионами Высшей Лиги КВН, ну это было какая-то, не знаю, как подчас мне представить, что можно каким-то образом Оскара получить или там Эмми. Вот это была настолько недосягаемая вершина с кучей объективных и субъективных препятствий. Поэтому, да, он сделал эту команду позже. Когда мы уже... Он успел, на самом деле, поработать и в IBW. Мы вместе приехали. Илья Яр, Джанат Киримбаев и я. Втроем. А как вы попали туда? То есть вы играли в КВН? Нас позвали, нас позвали. На тот момент, как вот ты вспомнил, мы участвовали в IBW-шоу, которое делали два продюсера, Эдуард Талаян и Сенгаджи Тарбаян. Которые впоследствии стали сопродюсерами компании в IBW. И, собственно, когда организуется какое-то предприятие или люди начинают делать что-то, они ведь пытаются из своего окружения привлечь для решения своих задач людей, которые для этого подходят. И как-то так сложилось, какая-то удача, потому что везде, я считаю, что в любом успешном исходе большая роль удачи. Как-то так сложилось, что мы остались, закрепились и вот там работаем. Мы сейчас с Джанатом старейшие работники в IBW. Прикольно. Я, кстати, смотрел выпуск «Лютой студии». Очень крутой получился, когда снимали внутри. Да, они приходили к нам. Прикольно было. Слушай, ну вот, то есть ты играл в киргизской команде, но, то есть вы были знакомы с Эдуардом, да, и с Сенгаджи, да? То есть вас позвали делать вот эти вот выступления в рамках в IBW-шоу или... То есть ты был автором уже изначально? Или это... Все даже еще запутаннее. Все еще запутаннее. Еще был такой проект КБТУ. Вообще надо начать с того, что был такой проект, как «Голос Азии». Это давным-давно, в мохнатый 2004 год, нас взяли балластом в Сочи. Такая была у нас команда, часть команды из Кыргызстана. Мы, конечно, ничего тогда не умели, ничего не представляли, но это была большая школа. Увидеть, как работают уже на тот момент профессиональные казахские КВНщики, под предводительством Нурлана Коенбаева тогда все это делалось. Вот. В этой огромной куче людей, которая была на сцене, я тоже был. А, это вот это вот в Шакирща Азии? Нет, нет, Шакирща Азии – это вообще первый проект казахстанский. Это был «Голос Азии». Недолго эта команда просуществовала, попала в высшую лигу и там через две игры вылетела и благополучно распалась. Но опыт был колоссальный. После этого мы начали ездить в Казахстан. Как оказалось, было много желания у нас, и мы что-то начали там выигрывать. И как-то так одно за другое зацепилось, что мы начали работать с казахстанскими командами, ездить. Поехали с командой «МАП» в Евролигу, с «Лилияром» мы ездили в Минск. На следующий год КБТУ появилась, в которую уже я пришел как такой, аксакал, серьезный дядька. Все ребята были такие молодые пацаны. И вот с ними мы тоже долгое время работали. Вокруг этой команды были приглашены несколько еще легионеров тоже. Мы как-то вот, как-то сложился опять-таки каким-то образом этот коллектив. В Сочи хорошо выступили, потом поиграли в премьер-лиге. И это так сложилось, что вот мы по идее должны в следующий год опять были ехать в премьер-лигу. И тут нам нас приглашали. Мы параллельно выступали в «Эбидолбе-шоу». И тут нас приглашают в Москву в проект «Цвет наций». Тогда он назывался. Потом через четыре программы он переименовался в «Лигу наций». Или через шесть. Не помню, сколько там. Двенадцать программ, по-моему, вышло. Вышло на СТС и тоже там не сильно получилось все. После чего уже мы остались как авторы непосредственно. Уже на сцену не выходили. Как авторы начали писать «Даешь молодежь» тогда, начала делать «Эбидовой» большой проект. И в нем я вот остался и уже как сценарист, потом как креативный продюсер начал свою, на самом деле, осмысленную карьеру, вот, наверное, с этого проекта. «Даешь молодежь» — это же скетч-ком, да? Да, это скетч-ком, скетч-шоу. Ну, не знаю. Я не разделяю этих, на самом деле, понятий. Нет, ну, я имею в виду, что это, ну... Проблематично. Скетчи, в общем, мы писали смешные скетчи. Нет, нет, не сериал, это не сериал. То есть у тебя тоже прошел такой, как бы, ты прошел такую плавную градацию, да? То есть из КВНа, ну, просто говорят, что из КВНа в скетче, ну, это я тоже с этим сталкивался, из КВНа в скетче легче перескочить, но потом от скетчей к сериалам тяжелее. Вот как у вас происходило? Я не знаю. Мне кажется, что нет здесь какой-то абсолютной догмы. Мне кажется, что все сильно зависит от того, кто твой мастер, кто тот человек, который тебя учит тому, что ты делаешь. Это вообще ключевая штука, потому что можно идти по всем этим ступеням правильно, еще перед этим университет закончить и ни черта не научиться. Потому что просто не повезет с людьми, которые тебя будут этому учить. Это просто такая профессия. В ней, безусловно, есть простое ремесло, да? Какие-то технические там нюансы, которые позволяют тебе смотреть на профессию. Но кроме этого существует еще какой-то сексиллион факторов, которые формируют твое видение, которые формируют твое ощущение от материала. И, наверное, вот то, какие люди тебя этому обучают, от этого зависит вообще все в твоей будущей профессии. Я думаю, что... Вот сейчас как-то этот жанр ушел в скетче, да? И сейчас ведь продолжают появляться молодые там СКВН ребята. Или сейчас уже новая такая тема из стендапа. Или ютюберы, которые там начинают. Другой социальный вид появился. И они приходят, например, сразу в сериалы. И как-то научаются. Ну, а кто был твоим мастером? В смысле сценарного мастерства, конечно, Виталий Шлепо, наш генеральный продюсер. Я уверен, что про него ничего плохого никто не сможет вспомнить и сказать. Ни в смысле профессии, ни в смысле жизни. Вот это такой невероятного таланта и интеллигентности человек, который самому последнему барану сможет в течение нескольких лет объяснить, как нужно писать сценарий. Он еще очень терпеливый, терпит баранов несколько лет. Да, да, да. Ну, смотри, а какой это был проект? То есть, даешь молодежь, и как ты думаешь, ну, а Виталий у кого учился? То есть, в принципе, понятное дело, что он немножко чуть старше в поколении тоже КВНщиков, но реально понимаешь, что в то время как раз все это, ну, по крайней мере, касается комедийности. Я не могу ответить на этот вопрос. Это нужно Виталия спросить. Со стороны кажется, что как-то они сами учились. Наверное, были какие-то... Где-то в белорусских лесах есть. Да, да, да. Радиация влияет, так, с черно-мульдинской зоны, что очень много талантливых людей приезжает. Понятия не имею, как это произошло. У них был большой, я знаю, опыт КВНовский до этого, колоссальный. Они с большим количеством талантливых людей так или иначе работали. Вот. Но... Но... Но ты участвовал в папе или дочке? Нет, я папе или дочке не писал. Я зеленый, может быть, из новых. То есть, в того момента уже папиные дочки, например, были, да? Да, 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 да. Это уже был успешный, это уже была успешная франшиза. То есть, там у них уже, я так понимаю, на папиных дочках очень много, ну, вот, вашей компании очень много было обкатано. Да, 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 да. Можно сказать так, да. На тот момент это уже был народный хит, это уже, там, в Германии уже франшиза эта начала сниматься. То есть, какой-то такой успех был оглушительный. Угу. Какой был первый проект, на котором ты уже, ну, не скетчком, в котором ты участвовал как сценарист? А на самом деле мы в рамках скетчкома уже начали писать сериал. А, да. У нас была, к примеру, такая серия «Даешь молодежь» под номером 101, которая была посвящена двум гопникам. Там были такие персонажи, башка и ржавый. И вся серия была про них. Там была, это была наша такая, ну, такой спешл, который мы придумали с Джанатом по велению души, что называется. Вот нам хотелось очень, что-то такое, какой-нибудь сериал, что-то туда, как-то казалось, что там ванна небесная и вообще там круто и классно. И мы вот взяли там, почитали какие-то книжки, посмотрели, как это пишется. И постарались придумать какую-то структуру, чтобы скетчи были вписаны в какую-то вот эту трехактную с поворотами там структуру. Вот. Поэтому вот, наверное, был мой первый, на самом деле, опыт такой драматургический. А потом я при всем отличии этой формы, я все-таки думаю, что если скетч длинный, там, трехминутная какая-то, да, штуковая. Она, в принципе, строится так же. Просто там внутри повороты, они чуть более условные и все обстоятельства чуть более поверхностные. В них нет такого глубокого мотива, как сценаристы придумывают для сериальной или киношной какой-то траматургии. Но, по сути, это тоже мини-кино, короткомитражка, по большому счету, с большим плюсом, что тебе не нужно там делать экспозицию героев. Их все знают. И вот, чпок, начинается какая-то история. Посты даешь молодежь. Какой был следующий проект? Кухня. Кухня. Вот, мы сразу перешли к самому главному. Расскажи, пожалуйста, как... Ну, то есть ты подключился с первого сезона? Ты участвовал в разработке? Либо... Как это было? Да, я был в группе, которая писала... Да, пожалуй. Я был в группе, которая разрабатывала «Пилот». И потом, соответственно, писал первый сезон и был креативным продюсером, автором на площадке. В этом проекте. И на «Пилоте», и впоследствии на первом сезоне. По тому же, в конце первого сезона меня сменил Аслан Гукаев, который креативный продюсер отеля «Гранд» и предыдущих наших проектов из этой франшизы. И вот он 10 сезонов сейчас там подбывается за нас двоих. А я ушел, соответственно, в постпродакшен и все это время занимался постом, монтажом этой истории. Слушай, ну смотри, когда вы разрабатывали вот этот проект, у вас, ну, как бы, вы изначально сеттинг, это было, как сказать, это было обязательное условие, то есть такой обязательный бриф, что нужно, ну, снимать как производственный сериал, который все-таки больше, ну, то есть в одном пространстве. То есть, ну, то, что называется производственная линия, должна быть, ну, находиться в одном месте, да? Ну, там, ДРНы... Честный, честный ответ я уже не помню. Это было так давно, да? Я бы мог сейчас начать выдумывать, да, это, знаете, такой глубокий смысл. Мы сразу заложили, чтобы вот в шестом сезоне закончить на высокой моке, а между третьим и четвертым еще фильм снимать. Но нет, конечно... Я имею в виду, это же более прозаичные вещи, то есть там бюджет, там, ну, то есть повторяющаяся локация построенная, например. Да, это как будто бы, само собой, было... То есть так должно быть, да? Как будто бы, как будто бы не было другого варианта. Вот сейчас у меня такое, какие воспоминания. Потому что, действительно, да, бюджет, он всегда имеет место. И если ты снимаешь, если ты строишь дорогущую декорацию, а для первой кухни была... У нас, в принципе, для всех наших проектов, вот, три раза мы перестраиваем декорацию, и с каждой декорацией все сложнее, дороже, и технологически какой-то пытаемся сделать шаг. Поэтому, да, конечно, если у тебя есть классная декорация, если она продумана таким образом, что может произойти все, что угодно с разных сторон, конечно, ну, это даже, я бы сказал, это не какое-то ограничение. Все равно существует, ну, граница, не знаю, воображения, куда они могут поехать, граница города, где они могут оказаться. А в силу того, что сразу задумывалась кухня как такая многофигурная история, где все герои могут пересечься, чтобы линия одного героя повлияла на линию другой героя, и тем самым еще ускорила сюжет, вот, да, на производстве. Мы потом осознали, по крайней мере, я, может быть, Виталик и ребята понимали, что это сразу производственная драма, но это определение пришло ко мне позже. Да, ну, прикольно. Слушай, ну, а вот ты там сразу был креативным продюсером, или у вас, ну, у тебя была тоже сценарная группа, которые там вы отдельно брали серии и писали? Я совмещал, да, мы с Джанатом писали серии, и я параллельно вот ходил на съемки в первом сезоне, и позже, когда были какие-то моменты, когда нужно было оказаться на съемках и где-то чем-то помочь, я вот присутствовал. А так писал, да, как сценарист серии. Расскажи, пожалуйста, подробнее, в чем заключается вот работа креативного продюсера? Ну, вот конкретно, если вот ваши проекты брать, или ваши проекты... Мне кажется, что работа каждого креативного продюсера, ну, у всех разные функции, правда. Нельзя, нет понимания, вот у нас на рынке нет понимания, что должен делать креативный продюсер. Как бы такое облако тегов есть, там он должен там следить за сценарием, он должен отвечать за монтаж, он должен как-то на съемках присутствовать. Но по факту у всех по-разному. Вот зависит от того, что за режиссер. На проекте, например. От этого сильно зависит функционал креативного продюсера на площадке. В одном случае креативный продюсер может вообще режиссировать, то есть говорить, встань сюда, вот так играй, ты не то играешь артистом. В другом случае он просто может сидеть, тихонько на ухо режиссеру говорить, не точно сыграли. Вот здесь сценарий у нас так, была такая идея, пожалуйста, надо как-то это подправить. То есть это сильно зависит от креативного продюсера, от режиссера, от артистов, которые в этом участвуют. От того, сколько лет на площадке провел креативный продюсер и сколько месяцев новый режиссер на площадке. Ну, то есть... Даже в нашем случае, грубо говоря, и я креативный продюсер, и Аслан, ну, как креативный продюсер, но я занимаюсь сценариями и постом, а он занимается съемочной площадкой и постом. Вообще-то разные дела делают. То есть можно сказать, что как и сценарная группа, у которой результат должен быть сценарий, а внутри сценарной группы, ну, сценаристы же сами могут распределить между собой обязанности, то получается, это какая-то креативная... То есть группа креативных продюсеров, у которой все равно есть какие-то обозначенные же, правильно я понимаю, обязанности. Или же, ну, вот из твоих слов можно сделать вывод. Да, они есть, конечно, обязанности есть. Я лишь говорю о том, что они оговариваются в каждом случае по-своему. И поэтому сказать, в чем же заключается работа креативного продюсера, я не могу. Кто-то, вот я говорю, кто-то в каких-то проектах один креативный продюсер, который ведет все. Вот он и сценария... Ну, больше можно... Он и сэдрайтер, да? Наверное, да, такое слово. И сценариями занимается, и на съемках присутствует, и потом все монтирует еще там. И ходит на озвучки, говорит артистам, как пирать. В другом случае, там, эти обязанности как-то распределены между, там, например, двумя или тремя креативными продюсерами. Поэтому тут... Вообще, креативный продюсер, есть шутка же такая. Чем отличается креативный продюсер от продюсера? У креативного денег нет, только творчество. Да, прикольно. Ну, у нас в стране... У нас по-другому... У нас с тобой генеральный продюсер вынужден быть креативным. Не за того, что он креативный, а просто у него нет денег на креативного продюсера. То есть, он его вынужден... Ну, это, да, консолидация внутри одного паундера, там, каких-то большого количества каких-то вещей. У нас ведь тоже, вот, грубо говоря, до последнего сезона Гранд Виталий Шлепо всю франшизу вел как главный шоураннер. А, да, лично? Да, 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 да. Да, он все, все, все серии финализировал, все монтажи он принимал. Ну, так же, я понимаю, ну, все, не на всех проектах же, да? Потому что... Нет, не на всех. Опять-таки, вот это то, про что я с самого начала сказал. Везде какая-то своя индивидуальная штука. То есть, можно сказать, что вы просто все амортизируете, да, грубо говоря, если там режиссер, например, берет на себя часть функции креативного продюсера, скажем так, да, там он достаточно силен и видит, как это. То есть, вы тогда меньше участвуете, потому что он там... Но если он будет, ну, недостаточно, то вы, как бы, более усиленнее, грубо говоря... Идея такая, да. Идея такая, чтобы... Ну, в итоге-то задача этого табора огромного под названием кинопроизводства сделать какую-то, такую штуку, которая почему-то понравится людям. И она почему-то понравится больше, чем другая штука, которую делает другой табор. И вот это цыганское противостояние... Да, мое кунфу. Кунфу моего табора очень... Поэтому, ну да, в интересах всех делать так, чтобы получалось хорошо. И если продюсеры видят, где нужно ослабить или усилить, ну, классно, умные продюсеры видят. Слушай, ну, а вот результат, результат вашей работы сам для себя, ты как определяешь, или в вашей компании? То есть, ну, в смысле, вот творческий успех – это ваш успех, да, по сути? Например, исполнительный продюсер, например, там, уложился в смету, получилось хорошо, но за эти деньги, например. А ваш, ну, как вы для себя ставите? Ну, сложный вопрос, на самом деле. Я бы не сказал, что задача, там, креативных продюсеров вообще не включает какое-то бюджетирование. Нет, понятное дело, конечно, не включает. Наверное, важно, чтобы получилось так, чтобы нравилось тебе, это в первую очередь. Чтобы не было ощущения, что ты где-то что-то недоработал, или что-то совсем не то родилось, чем ты задумывал. И второй момент, на который ты уже повлиять никак не можешь – это какие-то рейтинги, просмотры и так далее. Это уже отклик аудитории. Насколько ты сделал историю, которая интересна людям вообще. Потому что можно же создать безупречное, никому не нужное произведение. Все-таки мы-то, как бы кто тут не кокетничал, все работаем за аплодисменты. Главное, наверное, это какое-то признание, это то, что тебе говорят, а, да, ты это сделал, да. Мы вообще ржали, смотрели с семьей вчера. Ну, слушай, ну а когда вот, например, ну кухня же собрала много наград? То есть, ну, ты чувствовал, что… Какие-то собрала, да. Да, ты чувствовал, что вот, ну я не знаю, что ты чувствовал в этот момент? Нет, ну, как любое человеческое существо, я тоже, наверное, где-то внутри себя тщеславен. Это приятно, но я бы не сказал, что для меня это какое-то определяющее вообще, какая-то определяющая штука. Потому что вот прошло какое-то количество лет, это осталось уже в прошлом, да, и, ну, что это было, что это не было. Мне больше нравится не рефлексировать о прошлом, а вот как-то думать о будущем, что же классное можно придумать еще и дальше сделать. Вот где, наверное, все мои внутренние переживания и восторги от того, что, ух, блин, можно же вообще сейчас вот сюда пойти вот это сделать. Слушай, ну это круто. Ну, просто я к тому, что у нас, ну, в общем-то, у вас такая, как сказать, профессия, что, ну вот я сам для себя заставляю фиксировать это. То есть, ну, я не говорю про награды, а говорю про, когда выходит, например, или получаешь какие-то цифры, в счет того, что мы это делали, там, задумали два года назад, делали там год назад, и там показали это через какое-то время. И я думаю, ну ведь я ни на одном из этапов для себя не зафиксировал. Вот когда-то я боялся это делать, ну, в моем случае, да, то есть там вопрос. Вот, но когда-то я боялся, переживал, как это будет. А теперь ты уже вообще не переживаешь, потому что ты уже в каком-то другом проекте, в каком-то другом проекте переживаешь. Но я себя, для себя, ну, сначала я придумал, что буду курить сигару, как в фильмах, знаете, то есть я не могу сказать, как в фильмах, там, мы спасли планету, и обрадоваться, там, прыгать, танцевать, там, напиться, ну, как-то странно это. Вот, и я думал, я буду закуривать сигару, но потом мне, как сказать, я понял, что целую сигару я, оказывается, выкурить не могу, да, это, оказывается, очень такая долгая, нудная штука. Ну, я думал, я буду для себя фиксировать, вот, типа, вот, сел хотя бы пять минут, скажи, ты молодец, ты это сделал, и ты же переживал, что у тебя не получится, там, или вообще, что ты сделал это, да, понятное дело, что получится, не получится, это тоже такая штука, но... Ну, наверное... Ну, я, наверное, просто не рефлексирующий человек, я как-то не заостряю внимание на прошлом. Конечно, всегда приятно, когда тебя хвалят, даже если ты говоришь, что тебе это не важно. Это всегда приятно. Слушай, ну вот у вас, ну, сейчас, сейчас расскажи, пожалуйста, какими проектами ты занимаешься, фитнес, да, по-моему? Нет, фитнес не моя вотчина, сериал «Гранд». Это та же вселенная, да? Да, да, это продолжение наше, это мы сейчас вот заканчиваем монтаж «Последнего богатыря» второй части, потом будет монтаж третьей части, я думаю, что уже в этом году. И еще один проект в разработке, о котором сейчас не могу говорить. Слушай, ну вот «Последний богатырь», это же тоже такая интересная история, во-первых, сотрудничество, да, с такой большой компанией, во-вторых, ну, это был такой хороший фильм, событие в том плане, и он как-то в эту аудиторию, понятно, что были вот, ну, тоже вот в России мультфильмы, да, там, к примеру, которые тоже были большую кассу, и вот такая комедия, ну, с другой стороны, для детей, вот для этой семейной аудитории. Тебе тяжело было или, в принципе, я так понял, что у тебя все плавно переходит, ну, грубо говоря, опять-таки, к структуре полнометражного фильма, ну, то есть писать его, разрабатывать, было же, наверное, немножко по-другому, чем сериал, или... Ну, это ведь был наш не первый уже фильм. Да, «Кухня», да, еще была в Париже. Да, была до этого «Кухня в Париже», но, да, безусловно, это немножко другая пластика вообще материала, другая плотность, другие, что называется, веса, вот, и... Я вот не могу припомнить, чтобы мне что-то было прям так тяжело писать, чтобы прям я там умирал. Наверное, в этом смысле и счастливый человек, окруженный хорошими, талантливыми коллегами, с которыми приятно все это делать. Бывали моменты, когда было очень тяжело на постпродакшене, такое бывало, это чисто физическая такая, как бы, штука, когда, ну, нужно много, много работы сделать за короткое время. А написание сценария для меня – это такая относительная работа. Это тот, наверное, случай, когда я занимаюсь тем, что действительно люблю, и поэтому не испытываю какой-то фрустрации или какое-то напряжение от этого. Ну, бывает, что ты не получал, что-то не получается. Бывает, что-то написал не то, там надо переписать. У нас интересная уже такая байка, которую я рассказываю молодым сценаристам, когда у них что-то не получается. Мы когда начали писать «Даешь молодежь?» «Пилот», мы написали 108, что ли, скетчей, сейчас уже не помню. «Пилот» взяли 4. Вот после этого как-то все легко. То есть, ну, если математически ты можешь высчитать, сколько у тебя осталось, если это не 3% или 4%, уже успешно. Да, все хорошо, все доброе. Но самое-то главное даже не то, сколько ты конкретно часть какую сделал, а то, насколько в итоге успешен проект. Потому что если ты работаешь в классном, нужном для этого мира проекте, так или иначе, рано или поздно, тебя эта волна вынесет в какой-то позитив, в какую-то конструктивную штуку. А «Богатырь», да, это был... Во-первых, он не задумывался как фильм для детей. А, да? Что важно, да. Это, к слову, о продуманных таких вещах. Он получился в итоге семейным фильмом, потому что и там коллеги из Диснея нас немножко обрезали на острые шуточки и так далее. У них там свой существует код, согласно которому там какие-то темы, какие-то темы нельзя шутить или говорить, чего-то лучше не касаться, что-то жестко, что-то не жестко. Ну, в итоге получилось так, как получилось. И вышло так, что это действительно оказалась семейная такая комедия. И уже второй, третий фильм мы, конечно, писали с оглядкой на это. Что нас будут смотреть дети, а вот здесь посмеются дети и так далее. И, может быть, поэтому сейчас вот большую часть моей жизни и работы как раз занимает анимационные проекты. Мы организовали анимационную студию больше года назад. Сейчас вот уже на YouTube и на платформе Start появился первый такой наш in-house проект кругляши для детей до трех лет. Песенки. Чуть-чуть совсем другое, чем даешь молодежь, кухня и богатырь. Но такая добрая, классная история. И несколько проектов мы еще сейчас разрабатываем, потому что анимации все-таки чуть больше нужно времени для того, чтобы создать какой-то проект. Вот такая дорожка. Слушай, мы так между собой разговаривали, когда мы говорили о том, что у разных специалистов разные шуточки, баечки. О том, что, например, операторам в съемочной группе, когда начитки они обсуждают, для них идеально, если в сценарии был пять человек сидят в пустой комнате и только разговаривают между собой, и только разговор. При этом звукач уточняет, нет, все-таки пускай четыре, чтобы, то есть, четыре петлички всего вешать. А мы между собой разговаривали о том, что те продюсеры, которые вышли из сценаристов больше, то самое классное, это, конечно, делать анимацию, потому что не надо сталкиваться с актерами, то есть, ну, в смысле, придумали с режиссерами. Это, понятно, дело, что это такой наивный, такой разговорный, такой примитивный взгляд на эти вещи, но круто, что анимация... Вообще, начинаешь, на самом деле, ценить актеров, я так скажу. Начинаешь ценить... Во-первых, начинаешь жалеть анимационных режиссеров, которые играют сразу за весь оркестр, потому что у анимационного режиссера нет оператора, который выставит кадр и вообще полностью занимается этим. У анимационного режиссера нет режиссера монтажа, потому что режиссер монтирует, создает аниматик сразу, и самое главное, у анимационного режиссера нет артистов, потому что на площадке ведь актер это невероятно большая часть процесса, ты порой поражаешься тому, какие грани люди находят в ситуации, в тексте, как они могут это преподнести. Это такая суперколлективная работа в этом смысле. Поэтому, с одной стороны, конечно, там больше свободы, но и работы больше. Мне кажется, там еще же вот... Я вот никогда не занимался этим, но мне кажется, там еще трудность в том, что всегда можно переделать, ну, как в таком обычном режиме. То есть продюсер должен принять решение, пересъем или не пересъем, например. А в анимационном режиме переделываем, переделываем. Нет, точно такая же, точно такая же. Переделываем – это тоже какое-то количество часов люди будут переделывать. За это количество часов нужно будет заплатить какое-то количество денег. Поэтому здесь, в принципе, такая же как бы математика. Хочешь, чтобы было лучше, чем придумали до этого и все это сделали, ну, заплати. Ну, получается, остается единственный плюс анимации, что график актеров, в принципе, устраивает. Ну, продюсеров обычно, да? Ну, тоже там же есть голоса. А, да. И с этим американских каких-то сериалов анимационных, там, «Симпсон», когда там убивали персонажей, потому что актер не хочет дальше играть. А заменить голос, ну, это сложная задача. Это такая... Это как поменять, потому что на слух очень... Это как вот с этим же всегда сталкиваешься. Смотришь, если в переводе какой-то сериал, потом включаешь в другом переводе, и все, это, блин, другие люди, они как-то подурацко говорят. Да, да, да. Но они еще и в некоторых фильмах, еще кажется, что и не точно говорят. Я видел три перевода «Крестного отца», и почему-то меня именно вот этот с таким носом устраивал больше всех. Мне казалось, он очень точно говорил, очень точно переводил. А мне кажется, он... Потому что это был как бы не полный дубляж, а такой поверх перевод, и слышно было всю актерскую игру артистов. Ну, то есть, было слышно, что они говорят, с какой интонацией, а этот голос просто сообщал, по сути, подстрочник. Да, 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 точно, слушай. Ну, слушай, ну, с анимацией ты прямо разбил мне мои такие иллюзии. Ну, ладно, хорошо. Вася, расскажи, пожалуйста, вот смотри, вот если брать вот ваши, ну, сценарные группы, в вашей компании много сценарных групп, много разных проектов, да? То есть, получается, ты работаешь, ну, то есть, ты правишь сценарий, вот в ваших проектах, да? Да. Вот эта работа подразумевает, ну, какие, грубо говоря, навыки и качества, ну, кроме того, что понятно, что какое-то терпение, да? И кроме того, что ты сам должен быть сценаристом, ну, чтобы понимать, о чем речь. То есть, какие навыки предполагает вот быть таким, ну, хедрайтером, то есть в этой части, да? То есть, условно говоря, руководителем, тем, который направляет сценарий, должен вот в эту сторону идти или не в эту? Трудно мне сказать. Наверное, с этой работой должен, по идее, справиться любой сценарист, так или иначе, опытный. Тут, наверное, нужен просто опыт, нужно понимание процесса технологического, что вот это снять будет сложно, а вот это снять будет легко. И, в общем-то, это просто немножко другая работа, да? Это попытка все связать воедино. Ну, то есть, у креативного продюсера, который занимается, или у хедрайтера, который занимается тем, что берет, работает с группами и сводит отдельные серии в полотно, в единую такую канву, главная задача вот держать контекст и понимать производственные какие-то моменты. А дальше все остальные качества, какая разница, сезон выстраивать или серию. То есть, там внимание к нюансам, какая-то цель финальная, которая нужна, ощущение чувства проекта, что в жанре, что не в жанре. Это все абсолютно такие сценарные навыки. Да, в общем-то, это и сценаристу нужно понимать. Я поэтому не вижу здесь большой разницы. Мне кажется, любой хороший сценарист опытный справится с этой работой, если он таким образом относится к серии. Потому что серия же тоже состоит из большого количества сцен. Ты из большого количества кусочков собираешь одно нечто единое. И здесь тоже из большого количества серий собирается единый какой-то момент. Поэтому, наверное, всеми абсолютно теми же качествами, что и сценарист нужно. А чтобы стать креативным продюсером, вот смотри, просто вот, например, предположим, ну вот как ты рассказываешь, да, то есть, с силу того, что ты уже был креативным продюсером, у тебя уже был какой-то опыт на, даешь молодежь, да, ты уже на кухне, на пилоте был креативным, ну как, то есть, у тебя были какие-то продюсерские навыки, да. Правильно ли я понимаю, что вот в этой какой-то, как правильно сказать, в структуре вот ты сценарист, ну хорошо, вот у вас нет, у вас универсальный сценарист, да, ну вот если так абстрактно брать, ты сначала начинаешь писать диалоги, потом ты начинаешь писать там по эпизоднике полностью серии, следующий шаг, условно говоря, какой вот в этой, ну если можно назвать это карьере, да, то есть, это креативный продюсер, по идее, то есть, сценарист должен стремиться, но не все сценаристы, наверное, по своим человеческим качествам, да, ну может быть, кого-то устраивает, мы же понимаем, что одно из привлекательных, как бы, как сказать, один из плюсов сценаристов, это то, что можно писать там дистанционно, ну, наверное, да, то есть, иметь какую-то свободу, задачи жизни, что ты хочешь, в итоге. Ну а какими вот человечествами, то есть, кому-то подходит, а кому-то нет, быть креативным продюсером, это какими навыками нужно сценаристу обладать, чтобы стать креативным продюсером, кроме творческих, понятно, что вот, ну в смысле, ну, отвечая вот на первую часть вопроса, есть еще ведь такая позиция, как автор на площадке. Это, наверное, такое промежуточное, промежуточное состояние, когда функция сценариста расширяется до того, чтобы на площадке следить за тем, чтобы не был упущен контекст, не было потеряно что-то важное. Ну, поскольку там режиссер часто в пылу выработки может не упустить контекст, или артист все же снимается в разнобой, там сцены из первой и 68 серии рядом могут стоять, вот, а автор на площадке сидит и бдит за тем, чтобы так не произошло, вот, этот, эту функцию может выполнять креативный продюсер, либо автор на площадке. креативный редактор, его там называют, сейчас много названий, вот. Мне кажется, главное качество, которым любой сценарист, который там, видит свою карьеру чуть в другую сторону, не только как сценарист, но еще развиваться в сторону продюсирования, это желание чему-то научиться, ну, такая, чисто такая, задор, юношеский, на тему того, что не страшно сказать, что я что-то не знаю, не умею, научите, а что это такое, что за лампа, как она светит, а почему вы сюда поставили, а что значит, вот ты сейчас сказал артистам вот так, вот так, что это означает, то есть вот какая-то такая коммуникация, наверное, и целеустремленность, я не знаю, как это сформулировать, на самом деле, вот идти к результату какому-то, который ты для себя ставишь. Ну, то есть нужны какие-то организаторские навыки, в том числе там какие-то, ну, не математические, а это же все равно плюс-минус какая-то работа все равно с цифрами, с какой-то сметой, ну, по крайней мере, от креативных продюсеров, я так понимаю, если нужно решение творческое, которое сразу решит вопросы финансовые, да, то есть, ну, это же креативный продюсер, наверное, понимает какие-то решения. Мне кажется, что это уже какая-то, какое-то уже дальнейшее развитие креативного продюсера в продюсера, скажем так, человека, который будет отвечать за производство там полностью, да, не только за креативную составляющую, еще брать на себя много обязательств по тому, чтобы делать все более технологичные все процессы там и так далее. Креативный продюсер все-таки отвечает за контент, за то, чтобы кино было интересным. Вот что важно. Чтобы оно уложилось в бюджет, он как бы помогает, безусловно, и если выясняется, что упасть машина не может, потому что здесь 600 миллионов рублей надо на это, то нужно быстренько придумать, что другую упадет. Да, в этом смысле. Но главная функция это вот быть каким-то человеком с гибким умом, чтобы соединять мысли авторов, транслировать их на съемочную площадку где-то там, наверное, вот в этой плоскости все-таки творческой. я буду... То есть сценарист по идее может попробовать быть автором на площадке, посмотреть, что такое площадка, а вот этот автор на площадке и креативный продюсер есть, который работает на площадке, он всю смену работает, да? Да, конечно, конечно. Это очень на самом деле емкое, трудоемкое занятие, это очень сложно все время быть на площадке, все время быть в тонусе рядом с режиссером, потому что ты можешь отвлечься и что-то потеряется, что-то важное может быть упущено. Это очень трудно, поэтому я так больше не делаю. Я не сижу на площадке. Прикольно. Слушай, а вот смотри, а вы, например, со своим, ну, вторым, то есть с тем критиноподист, который на площадке, ты занимаешься больше вот, ну, то, что называется на монтаже, да, то есть постпродакшеном. Но вы вначале вдвоем принимаете серии, да, утверждаете, например, там, у Виталия, да, там, ну, в конечном виде. И потом он смотрит то, что было так, как нужно на площадке, потом это переходит к тебе, да? То есть, так как ты тоже похож на сценарий, ты, вы с режиссером монтажа делаете так, чтобы это все было... Да, грубо говоря, да. Но вы взаимодействуете между собой, Да, конечно, конечно. То есть вы можете, в принципе, поменять. В ежедневном, в ежедневном режиме мы постоянно там, ну, съемочный процесс, это же не статичный какой-то там, выпуск бумаги, там, все время что-то случается. Да. То жара была, там, 36 градусов, непонятная какая-то температура в павильоне, что все чувствовали себя плохо. И артисты из-за этого не счастливы. То... это, естественно, сказывается на процессе. То, там, костюм подумал, что нужно не штаны, а юбку, и теперь что делать. То забыли какой-то реквизит, то артист говорит, или артистка говорит, это... Фу, вы что за пошлую придумали шутку, я это не буду говорить. То есть, это, в общем-то, каждодневный такой процесс принятия маленьких решений, которые в итоге влияют на общее большое ощущение. Слушай, ну вот эти процессы у вас бывают, что параллельно? То есть, есть какие-то серии, есть съемки, есть, ну там, идут съемки, ну, серии еще пишутся там, или дописываются. Или это... Бывает, да. Бывает. Такое бывает. Случается. Не часто, слава богу, в последнее время все реже, но такое случается, когда процессы запараллеливаются, и это тяжело. Вася, слушай, я хотел тебе еще задать вопрос такой, что ты думаешь, вот у вас сейчас запустилась стриминговая платформа Start, то есть требования к контенту отличаются или нет? То есть, правильно понимаю, на Start тоже сейчас появились проекты, которые, ну нельзя сказать, чтобы совсем их не было, но там появились такие, так сказать, не только комедии, да, то есть, ну, оригинальные проекты, ну, правильно ли так выражаться не более смелее, но более такие вне формата? откровений, откровений, не телевизионные проекты, которые заточены в основном на онлайн-аудиторию, да, это так, появляется все больше каких-то смелых решений, высказываний каких-то, которые невозможно представить себе на федеральных каналах, но вот в интернете это возможно. При этом надо сказать, что и комедии ведь тоже работают прекрасно. Да, конечно. Это там можно похвалить и наши комедии, которые классно работают и там Гранд находится в топе смотрения постоянно, к примеру. И это не уникальная история для России. Самые просматриваемые сериалы в мире это комедийные ситкомы, там Друзья, Теория Большого Взрыва, какие-то сериалы, которые сняты черти когда в том числе. До сих пор приносящие деньги и правообороты. Да, они набирают больше всего просмотров, они самые популярные. Поэтому тут искусство отдельное людей, которые управляют сервисом, как раз находить какие-то вот эти уникальные коктейли, находить длинную драму, которая будет событием, которая будет привлекать аудиторию на площадку, находить яркие комедийные проекты, которые будут таким топливом удерживающим на площадке, находить постоянно, сейчас же невероятная конкуренция, просто каждый человек сейчас ощущает на себе вот это бремя невероятного количества классных проектов. Черт его знает, когда их все посмотреть. У меня список бесконечный уже в телефоне, что нужно обязательно посмотреть. И все это в разных каких-то сервисах уже думаешь, елки-палки, сколько я денег трачу в месяц на все эти подписки. Поэтому как вот в этом режиме сделать так, чтобы в итоге твоя площадка оказалась в приоритете и не от тебя отписались. Это важная задача как раз контентного комитета площадки. Я этим не занимаюсь. Да-да, я просто хотел узнать. Пофилософствовать. Да-да-да. Ну вот я как раз хотел твои мысли по поводу того, какое, ну, все говорят, я не знаю, что мы находимся на каком-то уже таком переступили чуть-чуть за порог, особенно со стримингов платформами. То есть, как ты думаешь, что будет вот, ну, в частности, вот с этим жанром, сериалом в будущем, да, все это будет, ну, диктовать больше стриминг там или просто там раскидается просто по форматам. Ну, то есть, сейчас, с одной стороны говорят, что нужно, несмотря на то, что много контента, но контента нужно еще больше, ну, в том числе, потому что туда не как бизнес больше, а как в инвестиционную форму вкладывали, да, я бы чуть-чуть тут все-таки сместил фокус на нужно много высококачественного контента, потому что вот в этом конкурентном поле только высококачественный контент может иметь смысл. 100 часов непонятного видео никому не интересно. Всем интересно прийти и посмотреть какое-то исключительное нечто, то, какую-то штуку, которую ты нигде больше не найдешь. Вот, я думаю, все-таки в эту сторону будет развиваться вся индустрия в то, чтобы выводить какие-то формулы все более и более качественных продуктов. Не в том, чтобы забить сетку, да, у телека была всегда задача, ну, как бы, существует определенное число, часов в день, которые нужно закрывать и постараться удерживать людей. В платных подписных сервисах другая немножко просто функция. Тебе нужно сделать так, чтобы человек остался с тобой по какой-то причине, продлил подписку. Для этого не нужно миллионы часов видео, нужно то видео, которое захочет человек посмотреть. вот и в этом, наверное, будущее уточнение вот этих желаний. В этом-то, конечно, совпадают задачи с телевидением, но все-таки это немножко другая проекция. Тебе не кажется, что все-таки в стриминге горизонтальные истории, они как-то могут быть более привлекательны, более вовлекающие? Нет? Да, безусловно. Есть такая? Абсолютно так. Разные просто формулы, разные типы смотрения, ведь. Комедию человек смотрит в одном случае, драму, горизонтальный какой-то, мелодрама, может быть, сериал, человек смотрит в другом случае. Скажем так, если в истории присутствует какая-то горизонталь, а нас это горизонталь, какое-то развитие сюжета, больше вовлечение героя в арку сюжетную, это просто дает больше ценности для зрителя. Но она другого сорта. Ведь я думаю, что именно поэтому в комедиях сейчас появилась такая жирная горизонтальная составляющая. Сейчас сложно найти комедию, которая просто ржачная такая штука, как раньше. Короткие истории в порядке показывать. Сейчас уже я затрудняюсь даже сказать, кто такое делает. Все придумывают помимо вертикальных историй внутрь какую-то горизонтальную арку, какое-то изменение героя, какой-то большой внутренний конфликт на сезон. Это стало каким-то уже нарративом, какой-то обязательной частью проекта. по идее задача хедрайтера и креативного продюсера, если это пишет несколько групп, по идее все это контролировать, скажем так. Я думаю, что опять-таки все по-разному пишут. В нашем случае все авторы участвуют в написании арок. на сборах, когда мы проговариваем таймлайн, все сценаристы это одна большая голова, которая придумывает с чего начинается сезон, чем он заканчивается, какие вопросы мы ставим в этом сезоне, что будет такого интересного для нас, как для сценаристов, придумать и для зрителей увидеть. и потом задача хедрайтера скорее сделать так, чтобы эти кусочки не конфликтовали друг к другу, чтобы было плавное достижение той цели, которую все вместе поставили. Вась, ну у нас мы уже почти час проговорили, у меня только последний вопрос остался, с учетом зрителей моего канала, как ты думаешь, как в современное время попасть в какую-то эту писательную как writing room или как правильно попасть в сценарную группу, потому что если мы говорим, что нет такой системы, знаешь, человек просто пишет, он просто талантлив, у него либо покупают готовый сценарий, либо не покупают. То есть если брать, что сценариста надо учиться лучше всего на практике, через что попасть молодому сценаристу сейчас, как ты думаешь? КВН есть? вообще здесь рецепта, конечно же, нет, потому что чаще всего решающим моментом является какой-то нетворк человека, какие-то знакомства и какая-то жизненная ситуация, в которой человек может себя проявить для того, чтобы куда-то попасть. с одной стороны, КВН уже не тот, как говорится, да, и большое количество сценаристов из КВН, потока такого нет, как раньше было. В том числе, может быть, потому, что сейчас уже немножко сама индустрия немножечко подросла, и требования, которые перед соискателями сейчас возникают, они чуть выше, чем вот было в то время, когда мы начинали заниматься этим. Тем не менее, в любом случае, всем всегда не хватает сценаристов, и я вижу неплохой возможностью себя проявить это, что-то делать самим. Сейчас есть YouTube, сейчас есть TikTok, возможность развиваться как сценарист делать коллаборации с какими-то уже блогерами. Сейчас ведь блогинг весь, да, в YouTube, это тоже ведь часть стори-теллинга. Они придумывают уже сейчас все условия своей жизни, исходя из этих законов. Я вижу вот там социальный лифт, то, чтобы потом попадать в какие-то структуры уже сценарные. Мне кажется, так. непосредственно карта. Ну или по блату. Да, да. Ну и по блату просто у всех номер один он и так стоит. Мне очень нравится вот эта концепция сейчас модная, network, которая называется, это твое окружение, те знакомства, те какие-то контакты, которые у тебя есть в жизни. В принципе, любой человек, который хочет, он как-то пробьется, что-то как-то с кем-то договорится. Я, например, первый мой проект, на самом деле, который я писал для телевидения, был киножурнал «Фитиль». Был такой на РТР. Я мечтал что-то написать такое. Вот что-то вот КВН понятно, но вот что-то мне хотелось так вот, чтобы экранизировали то, что я написал на бумажке. Я каким-то образом через какую-то свою знакомую, которая переехала в Москву и у нее муж работал на телевидении оператором, Нина, подруга моя. Как-то ей поделился с ней этой мыслью. Она такая, ой, у меня же моя подруга снимает «Фитиль», давай туда напиши что-то. Я вот написал три скетча, до сих пор их помню, эти три скетча. Туда вошли. То есть им нужны были сценаристы на тот момент. Они сняли? Да, это вышла моя премьера. Еще до всех больших КВНов и так далее. Поэтому искать просто выходы, искать какие-то через два рукопожатия наверняка кому-то где-то нужен. И самый быстрый путь это много чего-то делать. Потому что естественно любой человек, когда идет в новую профессию, он там делает кучу ошибок. Чем раньше ты начнешь что-то делать, тем раньше ты эти ошибки совершишь и придешь куда-то. Точно нельзя надеяться на какое-то проведение и сидеть на пятой точке ровно и думать ну сейчас вот я закончу университет и там с дипломом приду. Нет, так никогда нигде не работаю. Хорошо. Спасибо большое за это время, которое ты нам уделил. Успехов вам в ваших проектах. Вы делаете вообще крутые вещи. Мне кажется значимость того, что вы делаете все еще недооценена. Может быть это вам не нужно, но в общем вот эти проекты, очень многие из них были прорывами в свое время. Понятное дело, что ты не рефлексируешь, но я не могу это не отметить с учетом того, что я как человек за всем этим слежу, наблюдаю, восхищаюсь. Поэтому... Спасибо, да, спасибо большое. Я не рефлексирую, но мне приятно. Я отчеркиваю, я это сказал, да, приятно. Спасибо большое, мне было интересно поговорить. Спасибо. Все, пока. Это был проект серийный продюсер. У нас в гостях был сценарист Василий Куценко по совместительству креативный продюсер компании VW группа, человек из Кыргызстана, который, ну, как мне кажется, вот в этой отрасли сделал невероятный прыжок, хотя все у него получилось очень плавно, исходя из нашего разговора. Все, всем пока. Давайте до следующего раза.